Есть приговор суда, за это отвечает суд, который суд выносит. Есть приговор суда, который выносит приговор, и суд за него отвечает. Пусть они не суда ответственность перед людьми, а есть людской суд. Есть люди, которые неравнодушны, а посему и не согласны. Я все-таки маленькая, скромная часть народа, но я в этом смысле не согласен. Потому что все не так, не так, как должно быть. И не касается это только Васильевой, а Васильевой на фоне всего, что было и всего, что будет. Как у нас говорили раньше, за три колоска могут расстрелять, а за три миллиарда могут разрешить ходить по бутикам, бутикам, снимать клипы. Я высказывал мнение на этот счет. Думаю, что это несправедливо. Потому что все, кто украдет три миллиарда в следующий раз, по неосторожности, будет знать, что чем больше украл, тем лучше и комфортнее условия твоего заключения. Так говорит народ. Что касается бывшего министра обороны, то, как часть народа, я не согласен с парламентской партией, которая почему-то запретила провести расследование. Не значит, что его осудить, не значит, что его посадить, а значит, что нужно расставить точки, все точки над «и». И если действительно еще и парламентское расследование будет, и в результате скажут «нет, он не виноват», «нет, он не виноват», то, как часть народа, я скажу себе «Сеня, ты был неправ», «ты был неправ». Черт подери, но мера ответственности государственного чиновника остается. Меня не это волнует, пусть себе живет. Меня волнует, что это пример на будущее, для будущих поколений чиновников. О чем говорит народ? А народ говорит, чем больше украл, тем меньше вероятности, что тебя за это накажут. Вот каков результат, вот почему народ, и я, как честь народа, не согласен. Это все на виду. А потом народ не любит, когда получать пощечины, потому что этот народ эту страну построил, этот народ эту страну защитил, этот народ пережил все перестройки, перестрелки и так далее. И этот народ продолжает жить и работать. А когда ему по одной щеке дают, как бы он не был по-христиански терпим, он не любит. И этот народ не позволит в один прекрасный момент все время лупцевать его по щекам. Он однажды врежет в ответ, а потом будем все плакать. Хотя те, кто десятки миллиардов стырил, да даже сотни миллионов, как казалось, в результате, он будет плакать где-нибудь на Ямайке. Плакать над потерянными или неукраденными деньгами. Так думает народ. Не знаю, насколько народ прав. Спасибо.